Народ, привет! И сейчас время поговорить об идее, за которой гонятся все производители смартфонов в последние годы. Это максимально уменьшить рамки на дисплее, насколько это возможно. На рынке появилось очень много различных способов избавиться от рамок, начиная от дизайна с круглым отверстием в экране или вырезом, и заканчивая выдвижными системами камер, которые требуют некоторых жертв пыль-влагозащити и других аппаратных особенностей. И именно поэтому Samsung работает над решением, которое покончит навсегда с этой гонкой за Body to Ratio. Samsung добьется фулл-скрин дизайна без помощи выдвижных систем, отверстий или вырезов. Это будет достигнуто путем установки фронтальной камеры в дисплей, наподобие встроенного в дисплей сканера отпечатка пальцев. У нас есть недавние слова от вице-президента подразделения дисплеев Samsung, подтверждающие корейские медиа, что Samsung действительно работает над смартфоном полностью безрамочным и со спрятанной фронтальной камерой под дисплеем. Сейчас уже очень многое может быть спрятано под дисплеем, в том числе динамики, различные сенсоры, даже сканер отпечатка пальца сегодня встроен в дисплее. Однако самое сложное это справиться с этой фронтальной камерой. Многие из вас, народ, комментили под видео, что фронтальная камера не так важна, и даже то, что производитель должен избавиться, наконец, от фронтальной камеры насовсем. Но на самом деле не все так просто. Даже если вы не фанат селфи-снимков, вы наверняка пользуетесь какими-то приложениями, которым нужна селфи-камера. Это может быть тот же Skype или WhatsApp, например, для видеозвонков и многое другое. Поэтому наличие селфи-камеры намного важнее, чем просто селфи-снимки. И абсолютно точно Samsung не откажется от селфи-камер на своих смартфонах. Это даже без вариантов. Но вместо насилия над экраном, Samsung разрабатывает технологию, благодаря которой отверстие для камеры будет невидимым. Каждый раз, когда вы будете запускать фронтальную камеру, дисплей в том месте, где находится камера, будет становиться полностью прозрачным. И да, черт возьми, та камера будет работать, находясь под дисплеем. И все это будет возможно без влияния на возможности камеры и качество снимка. Пока нет каких-то подробных деталей о том, на каком смартфоне появится эта технология. Но есть ощущение, что что-то подобное случится где-то через 2 года. Может быть на Galaxy S12 мы можем ожидать первую камеру, встроенную в дисплей. На данный момент компания продолжит работать с их текущим дизайном с отверстием в экране. И как сообщает инсайдер Ice Universe, Galaxy Note 10 будет иметь одно отверстие, которое будет меньше, чем у S10. И, кстати, возможно отверстие будет по центру. У Samsung уже есть смартфон с отверстием в левом верхнем углу, это Galaxy A8s. У семейства Galaxy S10 отверстие располагается в правом верхнем углу. И на Galaxy Note 10 мы, может быть, увидим отверстие посередине. Такие предположения имеют под собой почву, если они хотят сделать линейку Note 10, выделяющуюся от S10 и других смартфонов. Им тогда нужно адаптировать немного другой стиль для отверстия в дисплее. А Galaxy S10 5G показался в новом официальном трейлере, где подчеркиваются особенности именно этой модели с поддержкой 5G. Это, разумеется, безумно-безумная скорость 5G. Вы сможете загружать что-либо из интернета мгновенно. Онлайн-видео и игры подарят вам топовые ощущения. И, конечно, вы также получите 4 камеры сзади относительно обычных трех камер на стандартных моделях S10. Четвертая камера это T-Off-сенсор, которая позволяет делать видео с живым фокусом. Также с телефоном идет 25-ваттная быстрая зарядка и 4500 мАч в аккумуляторе. Так что даже по сравнению с S10+, версия с 5G довольно ощутимо прокачана. Разумеется, эта модель будет продаваться на определенных рынках, где имеются 5G-сети, что означает печальные новости для рынка российского. К сожалению, у нас эту модель, вероятно, в продаже мы не увидим. Есть еще одна новость, о которой я хочу поговорить. Это взрыв Galaxy S10 5G, который произошел в Южной Корее. Да, эта модель взорвалась в Южной Корее, к счастью, никто не пострадал. Samsung взяли этот смартфон у клиента для тестирования в своих лабораториях, после чего они заявили, что взрыв был вызван внешним воздействием. Так что это не проблема с батареей, которую мы видели на Galaxy Note 7. Этот урок компания, видимо, хорошо запомнила. Скоро S10 5G будет запущен во многих других местах, так что мы посмотрим, будут ли еще взрываться Galaxy S10 5G. Надеюсь, что не будут. Все-таки Samsung знакомы с этими вещами не понаслышке. И это все, что у нас есть по последним новостям Samsung. Полностью безрамочный смартфон от Samsung в разработке, без каких-либо компромиссов, камера будет спрятана под дисплеем. Это может случиться на Galaxy S12, или же, если нам повезет, это также может случиться и намного раньше. Все зависит от скорости в разработке этой технологии. Дайте мне узнать, народ, ваши мысли в комментариях, что вы думаете об этом всем. И мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем удачи!